Доброе утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова. Спортивные достижения в Карачаево-Черкесии. С каждым годом их становится все больше. Каким выдался 2022 год для наших спортсменов? Об этом и не только. Мы поговорим с гостями сегодняшней студии. Ну а прежде чем мы перейдем к беседе, я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, минус 9. Днем плюс 4, плюс 9. В горах местами минус 1, плюс 4. Ночью и утром на дорогах голодится. В Черкесии без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, минус 6. Днем 6-8 градусов тепла. 17 декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите. Развитие спорта невозможно без открытия новых объектов спортивной инфраструктуры. Совсем недавно в республиканской столице состоялось торжественное открытие спортивного зала смешанных единоборств ММА. Как это было, я предлагаю узнать из следующего нашего сюжета. Воспитывать новых чемпионов. Именно об этом мечтает мастер спорта по панкратиону, руководитель Академии смешанных единоборств Мурат Эркенов. Накануне в Черкесске на базе Индустриально-технологического колледжа состоялось торжественное открытие нового спортзала, где теперь будут заниматься его подопечные. В церемонии приняли участие заместитель министра физической культуры и спорта Карачаева Черкесской республики Андрей Петренко, директор Индустриально-технологического колледжа Ахмат Байрамуков и бронзовый призер Олимпийских игр Мурат Храчев. Каждый из них отметил, что появление подобных залов играет важную роль в популяризации таких видов спорта, как смешанные единоборства ММА, панкратион и грэплинг. При этом все приглашенные пожелали успехов молодому тренеру. Данный вид спорта очень активно развивается, и поэтому направление, смешанные единоборства мы всячески поддерживаем, стараемся участвовать в процессе его развития. И, конечно, нам отрадно, что уже секция только открылась, а уже такое большое количество занимающихся в этой секции. Сам тренер Мурат Иркенов – это очень отличный специалист, который уже имеет хороший опыт, хороший стаж работы. Ребята, которые попали в группы к Мурату, которые помимо того, что есть секции при университете, какие-то дополнительные занятия, может быть, это общая развивающая программа, если они попадают на программу спортивной подготовки, у них есть возможность дальше командироваться, выступать, становиться членом сборных команд Карачаево-Черкесской республики, и уже дальше больше развиваться, получать звание мастеров спорта. Новая секция будет функционировать на базе отремонтированного спортивного зала Индустриально-технологического колледжа Черкеска. В последний раз ремонт здесь проводился 60 лет назад. Во многом это стало возможно при непосредственной поддержке руководства образовательного учреждения. В части этого ремонта мы заменили отопление, систему кондиционирования, освещение, создали условия для полноценной работы спортивного зала. Очень важно занять молодежь действительно полезной для себя деятельностью, а это прежде всего спорт. Это прежде всего спорт. Реализация себя в спортивных подобных клубах является вообще самозадачей для всего нашего общества. На сегодняшний день в секции уже занимаются порядка 60 человек. Набор ведется в три возрастные группы, начиная с шести лет. И практически с каждым Мурат Иркенов работает на результат. Основная работа у меня на результат. У меня несколько групп дети, потом кто на результат и кто для себя приходит. С разных учреждений тоже приходит, кто для себя тренируется. А так основная цель у меня результат, чтобы без травм достигли результатов. Ребята с колледжа ходят и другие ребята у меня есть свои, которые уже, кто в колледже учится, уже результатов добились. Ребят, нацеленных на результат в Академии немало. Среди них и 15-летний Смаил Богатырев. Хоть и занимается он относительно недавно, юноша твердо решил пойти в профессионала ММА. А все благодаря тренеру. Мурат очень опытный спортсмен. У него очень большой арсенал и он хороший тренер на одной волне с нами. Мурат очень хорошо постарался, зал очень хорошо обустроен, просто опять с плюсом для тренировок. Все хорошо. И он расположен в центре города. И тут всем ребятам близко ездить. До этого были проблемы? До этого на другом конце города просто был зал. Из-за этого было не очень, так сказать, удобно. Записаться на занятия в Академию может любой желающий, в том числе и девушки. Занятия проводятся несколько раз в неделю на базе Индустриально-технологического колледжа Черкеска. Сегодня у нас в гостях заместитель министра физической культуры и спорта Карачаева Черкесской Республики Андрей Петренко и заместитель директора Центра спортивной подготовки Карачаева Черкесии Рамазан Байчоров. Здравствуйте. Рады вас приветствовать сегодня в нашей студии. Что ж, сейчас на дворе уже декабрь, а это значит, что время подводить некие итоги. Мы знаем, что в спортивной сфере 2021 год выдался таким достаточно насыщенным. Вот хотелось бы узнать, как складывалось в этом году, учитывая обстановку, которая сегодня царит во всем мире. Были ли мероприятия какие-то спортивные, крупные, в которых участвовали спортсмены из Карачаева Черкесии? И если да, были ли у нас какие-то впечатляющие итоги, может быть? Да, Мадина, прежде чем подводить итоги, нужно, да, вы правильно сакцентировали внимание, что год непростой был в плане того, что большинство международных турниров были отменены, либо нас отстранили от участия в этих мероприятиях, да, там, и Олимпийским комитетом международным, и различными спортивными федерациям. Но в связи с этим работа продолжается, спортсмены участвуют, да, в Карачаево Черкесской Республике в различных мероприятиях, и невозможно говорить о хороших результатах без плановой работы, да. Плановую работу, так сказать, мы закладывали уже давно, там, то есть еще с 2018 года делали различные постановления. Правительство Карачаево Черкесской Республики уделило большое внимание спорту, да, и мы, в принципе, утвердили дорожную карту по развитию базовых видов спорта, что на сегодняшний день дает свои результаты, да, спустя большой промежуток времени, но спорт все-таки это такая дисциплина, которая требует времени, да, подготовки. Человек переходит из одного этапа на другой, совершенствуется, улучшает свои показатели, узнает что-то новое, ездит на соревнования, сборы, и, соответственно... Добивается результатом. Да, добивается результат. Ну, то есть мы можем говорить, что количество мероприятий, в принципе, не уменьшилось по сравнению с предыдущим, да, годом? Ну, как я уже сакцентировал внимание, да, на... Просто поменялись, да, на утверждение дорожной карты, что это нам дало, это увеличение там бюджета на посещение, скажем так, проведение, посещение мероприятий, да, что поспособствовало пока, да, вот на данном этапе улучшению показателей, да, в базовых видах спорта, вот, которые присутствуют в Центре спортивной подготовки, да, которые Рамазан непосредственно курирует спортсменов, вот, и знает каждого практически... Лично, да? Спортсмена, да, лично. Рамазан, действительно, мы знаем, что в 2021 году спортсмены из Карачаева, Черкесии показали впечатляющие результаты. У нас было много золотых, серебряных, бронзовых медалей, с самого разного, да, уровня, начиная от международных соревнований, заканчивая всероссийскими, но при этом 2022 год, на удивление, может быть, для кого-то, стал более успешным для наших спортсменов. Вот расскажите, насколько успешнее был этот год и, на ваш взгляд, что этому поспособствовало? Да, вы правы. 2021 год, по итогам, был самым результативным в истории спорта Карачаева Черкесской Республики. Но было завоевано очень много медалей различного достоинства на всероссийских и международных соревнованиях. Ну вот, подошел к концу 2022 год, сделали анализ, посчитали, что 2022 год оказался еще более результативнее. К примеру, если в 2021 году спортсменов из Карачаева, Черкесии в составе сборных команд России было 65 человек, в этом году их около 90 человек, спортсменов из Карачаева, Черкесии, в составе сборных команд России. Как сказал Андрей, учитывая то, что у нас сейчас спортсмены России не участвуют на международных турнирах, очень много спортсменов в этом году отобрались, получили путевки на первенство Европы, первенство мира, но, к сожалению, в этом году они нигде не участвовали. Ну, взамен, скажем так, соревнований, которые не смогли посетить наши спортсмены, да, из-за санкций, да, тем не менее, они участвовали в других, в новых соревнованиях, насколько мы знаем, да? Ну, как сказать, не в новых соревнованиях, но они во всероссийских соревнованиях, на чемпионатах, первенствах России, они показали хорошие результаты. А появились же какие-то новые турниры, которые были приравнены к международным, насколько я знаю, да? То есть можно было выполнить... Спартакеада сильнейших, да, спартакеада сильнейших. По дзюдо спортсмен Гучаев Ибрагим, он в этом году стал победителем первенства России в рамках Спартакеада учащихся России. Вот в Армавире проходило первенство. Также по греко-римской борьбе, у нас Кунижев Беслам парень, он стал победителем первенства России. Хочу отметить, что в истории греко-римской борьбы в Карачаево-Черкесии это первый такой результат. По легкой атлетике в этом году Миланченко Николай, у него двойной зачет, Карачаево-Черкесия-Краснодар с ребятами из Краснодарского края. Они участвовали в молодежном чемпионате России. Эстафета 400 метров, тоже стали обладателями золотой медали. Ну, то есть есть результаты, которые впервые, в принципе, были достигнуты нашими спортсменами. Ну, если говорить о развитии спорта и появлении таких результатов, это, скажем так, результат, опять-таки, многогранной работы. Какие факторы, в принципе, способствуют тому, что с каждым годом у нас увеличиваются спортивные показатели, наши достижения? Уже говорили о дорожной карте, да, своеобразной, новой, скажем так. Может быть, есть еще какие-то факторы, которые помогли нашим спортсменам достичь таких результатов? Да, все совершенно верно. Это как и строительство новых спортивных объектов. То есть ежегодно, каждый год сначала строились большие фоки в каждом муниципальном районе. Теперь сейчас государственная программа, это по малыми фоками, чтобы насытить небольшие сельские поселения спортивной инфраструктурой. То есть это, как правило, зал на два, может быть, на один ковер, который не так сильно ложится на бюджет муниципального района. Это тоже очень важный момент, потому что, как правило, содержание таких объектов выходит очень дорого. А маленькие объекты, в принципе, насыщают полностью потребность сельских поселений и дают возможность молодым ребятам тренироваться. Помимо фоков также строятся и универсальные спортивные площадки, футбольные поля, я имею в виду открытого типа, фокоты, что, в принципе, может претендовать вообще каждый район. То есть там может собраться группа людей с какого-то сельского поселения, выйти с инициативой на район, на главу, сказать, вот мы хотим, чтобы администрация подготовила проектно-сметную документацию, уделила землю, подала в муниципальный район, район уже подает нам, и мы подаем в Минспорт. Как правило, такая работа несложная, да, районы знают ее, и, в принципе, как выйти с инициативой может, как я сказал, абсолютно каждый, в принципе. А уже наша задача будет прорабатывать этот вопрос дальше, глубже, уточнять, какой объект хочется поставить в том или ином муниципальном районе. То есть стало доступнее, в принципе, для жителей, по сути, если хотят спортивную площадку или место, где заниматься. Да, ну, с открытыми площадками попроще, да, то есть их и содержание, в принципе, ну, не так затратно, да, для района поставило, не отопление, ничего, в принципе, не нужно. Благо, у нас погода позволяет заниматься, ну, мне кажется, практически ежегодно, да, и если вспоминать там детство, то можно было играть, ну, я не знаю, футбол, приходил и домой ставил свою одежду, она стояла, как сказать, колом, да, то есть ничего не мешало, если было, ну, большое желание. Вот, также послужило и, ну, обновление спортивной, не спортивной инфраструктуры, спортивного инвентаря, да, скажем, это татами, ринги, лапы, не знаю, там, спортивная форма. Обмундирование, в общем-то, да? Да, в общем, ну, инвентарь, который необходим в постоянной подготовке, который, естественно, там ломается, рвется, да, и, соответственно, вот по госпрограммам мы сейчас можем приобретать это оборудование, как для спортивных школ Олимпийского резерва, так и для базовых видов спорта, ну, и потихоньку мы обновляем оборудование уже, так сказать, не базовых видов спорта и не олимпийских. Ну, то есть такая комплексная, действительно, работа, и это отрадно, что наши спортсмены с каждым годом получают все лучшие, лучшие, скажем так, условия для развития своего таланта. И, безусловно, что каждый спортсмен проходит определенные этапы своего становления, достижения каких-то успехов, определенный путь проходит. Рамазан, вы непосредственно общаетесь со спортсменами, как говорил Андрей, каждый день, и вот эти 90 человек, которые вошли там в сборные наши национальные, вы наверняка их знаете, вот что бы вы могли сказать, какие испытания, трудности на их пути встречаются? Ну, в начале каждого года мы в республике проводим первенства и чемпионаты по видам спорта, по разным возрастам, по завершению которых формируется сборная команды Карачаева Черкесской Республики. После их формирования для них начинаются различные тренировочные мероприятия по подготовке уже к следующим этапам соревнований во время этих тренировочных мероприятий. Ну, раньше они назывались учебно-тренировочные сборы, сейчас принято называть тренировочные мероприятия. Спортсмены обеспечиваются питанием, витаминизацией, если это выездные тренировочные мероприятия, соответственно, и проживание. Следующим этапом являются первенства и чемпионаты Северокавказского федерального округа, где уже идет отбор на участие в первенствах и чемпионатах России. Спортсмены, которые достигают результатов в первенствах и чемпионатах России, они попадают в Центр спортивной подготовки Карачаева Черкесской Республики. То есть ваше учреждение, да? Да, с ними заключается трудовой договор на один год, и в течение года они получают заработную плату. То есть они по факту работают, да? Они по факту работают, да. У нас есть должный спортсмен, у них должный спортсмен. В течение года они получают заработную плату. Но с первенства и чемпионатов Северокавказского федерального округа также могут попасть, только там свои критерии отбора. Если с первенства России спортсмен может попасть в Центр спортивной подготовки, если он вошел в пятерку сильнейших, то в СКФО уже. Если это взрослый чемпионат, то первое, второе, третье место. Если это первенство, то первое место. Это как бы для молодых ребят спортсменов является стимулом для дальнейшего тренировочного процесса, чтобы еще более усердно тренироваться и пытаться улучшить свой предыдущий результат. А что касается тренеров этих ребят, спортсменов, для них какая-то мотивация отдельная предусмотрена? Да, безусловно. Ну, наверное, нужно сказать про структуру Центра спортивной подготовки. Это вот действительно именно, как вы сказали, работа. То есть ребята занимаются в спортивных школах, либо в спортивных школах Олимпийского резерва. У них есть свои тренера, они проходят подготовку. А Центр спортивной подготовки – это как такая хорошая матбаза, которые там спортсмены, которые туда поступают, они обеспечивают уже питание, командирование и сопутствующие мероприятия. В Центре спортивной подготовки по каждому виду спорта есть главный тренер, который уже курирует полностью вид спорта, отбирает, формирует, как сказал Рамазан, сборную после соревнований. Вот там СКФО смотрит. Может быть, знаете, какой критерий? Может быть, он стал вторым на СКФО, третьим. Проиграл чемпиону Европы или чемпионата России. И из-за этого, соответственно, мы делаем внимание, что он в равной борьбе провел такое мероприятие. И, соответственно, нам нужно сакцентировать на этом человеке внимание. Рамазан сейчас мне подскажет, какой самый младший член сборной команды, кто стоит на довольстве у вас в Центре спортивной подготовки, это, по-моему, 14 лет. Это 14-летний спортсмен, да? Да, то есть 14 лет уже ребенок, но это является стимулом для родителей. Они уже понимают, что человек идет, правильную дорогу себе выбрал и стремится, соответственно, к какому-то результату. И хорошая подспорья, мотивация для детей заниматься спортом. Сейчас я чуть-чуть продолжу, как вы сказали, для тренировок какая мотивация. У нас есть система заработной платы, вот, как я сказал, в спортивной школе, либо в спортивной школе Олимпийского резерва, где за каждый результат тренеру положена надбавка. То есть, занимает такой-то результат, соответственно, надбавка за чемпионат России, там, 12-20% от оклада. И в конце года проходит единовременное денежное вознаграждение, да, как спортсмен, как и тренер, могут подать документы, заняв высокий спортивный результат в соответствии с республиканским законом о физической культуре и спорт. Вот, где можно посмотреть, да, соответственно, за какое мероприятие, что положено. И, ну, в основном все тренера знают, тренера, руководители спортивных школ собирают этот пакет документов, который несложный, да, он максимально простой. Мы не стали усложнять ни себе, ни, там, тренерам, ни спортсменам жизнь. Подают, и, соответственно, следующий год, не знаю, на торжественном мероприятии, какой-нибудь это день физкультурника или, там, подведение итогов. Вручается. Вручается, да. Что ж, мы поняли, что этот год был достаточно успешным для наших спортсменов. Планы на грядущие. Ожидаете ли, что заработанных медалей станет еще больше? Буквально вот такой итог, скажем так, взгляд в 2023 год? Что бы вы могли сказать? Ну, плановая работа продолжается, да, тренировочных мероприятий действительно на следующий год планируется больше. Проведение ежегодно возрастает на территории даже Карачао-Черкесской республики всероссийские турниры, СКФО. Вот у нас сейчас остро возникает проблема, что бывают периоды времени, когда инфраструктуры для проведения мероприятий, все вот так вот в притышку занимают очереди уже за полгода. То есть востребованные, да, наши объекты инфраструктуры? Да, востребованные. И когда, знаете, очень удивительно, когда говорят, что у нас там в Карачао-Черкесской республике проходит мало там мероприятий, а когда изнутри смотришь, у тебя возникают проблемы, что, в принципе... Когда и где все это произойдет? Где, да, провести и, соответственно, разместить, где гостиницы. Ну, такие бытовые вопросы, которые обычно... Не видны зрителям, да? Да, но очень, так скажем... Играют важную роль, да, в успешном проведении. Что ж, спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Я желаю успехов в работе как министерства, так и центра. И, конечно же, новых больших успехов нашим спортсменам и их тренерам. Спасибо. Таким было наше доброе пятничное утро. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok